Немногие угадают в этом улыбчивом 11-класснике пытливую натуру и, возможно, будущее мировое светило. Гриша Колоколов идет поблагодарить за помощь в подготовке к экзаменам своего учителя. В жизни молодого человека большая победа. Он получил 100 баллов за ЕГЭ по физике. Задание в Киме помнит почти на зубок. Экзамен показался ему несложным. Возможно, потому что готовился к задачам не один год. Говорят, сдать предмет на высший балл, не любя его при этом, нельзя. Гриша это подтверждает. Физика – это один из тех предметов, которые могут заложить в голову какое-то истинное чистое представление об окружающем мире. И нет никакой наигранной страсти к ней. Есть чисто интерес, увлечение. И все, что получается, это исключительно от интереса и желания узнать истину, хоть это маленькая задачка или огромная проблема. С каждым годом ЕГЭ по физике становится все сложнее и по структуре, и по уровню заданий. На одних только уроках в школе всех необходимых знаний не получишь. Нужно готовиться дома, заниматься самостоятельно. Самыми сложными, конечно, считаются последние, с 24, наверное, по 31. Вот это самое сложное задание, которым дети, в принципе, не так часто приступают к выполнению. Большинство настроены на то, чтобы решить первую часть более легкую, за которую, в принципе, можно набрать порядка 64 баллов из 100. Вот. И не приступают к этим заданиям. Вот. Мало детей, которые решают вторую часть. Гриша очень упорный молодой человек. Если он поставил цель, обязательно ее добьется. За его плечами победа в нескольких профильных олимпиадах. Да и в регионе он единственный сдал физику на наивысший балл. Этим результатом Гриша повысила престиж своей гимназии. Здесь 100 балльников не было с 2013. Особенно для нас значим этот результат 100 баллов по физике, так как мы являемся школой с гуманитарным уклоном, где в основном школа известна как языковая. Поэтому, безусловно, это значимо для нас. Гриша очень увлечен предметом. В будущем планирует выбрать научную стезю. И, возможно, стать современным Эйнштейном, Тесла, Ньютоном. Быть не менее известным, чем Стивен Хокинг. Я решил пойти в более научную сферу, ежели прикладную, то есть быть инженером или что-то связанное с прикладной математикой. Мне настолько понравилось заниматься этим, что я почувствовал себя достаточно сил для занятия более сложными вещами, ежели какими-то житейскими прикладными. Остальные ЕГЭ одиннстиклассник тоже сдал успешно. Поддалась его упорству профильная математика и русский язык. Теперь перед Ивановцем Григорием Колоколовым открыты двери лучших вузов страны. Только выбирай.